Шантаж, тухлые яйца и тонущий Кочинский. Что происходит в Польше спустя неделю после выборов? Неделю назад в Польше состоялись парламентские выборы. Правящая партия «Право и справедливость» ПИС вышла на первое место. Однако эта победа стала скорее номинальной. На сегодняшний день наибольшие шансы сформировать правящую коалицию в руках у оппозиции. Тем не менее, ситуация в политическом поле страны остается крайне неопределенной. Оппозиция готовится выступить единым фронтом, а ее лидер Дональд Туск уже запланировал визит в Брюссель. Однако правящая партия, судя по всему, пока не готова выпустить из рук бразды правления. Польские СМИ пишут, что ПИС переходит от просьб к шантажу, а заодно подчищает следы, удаляя архивы. От просьб к шантажу. Как действует ПИС? Согласно польскому законодательству, президент страны Анджей Дуда должен решить, кому он доверит миссию по формированию нового правительства. Канцелярия президента Польши сообщила, что 24 и 25 октября Дуда проведет консультации с представителями партии, которые будут представлены всеми. Обычно право на формирование правительства получает партия-победитель. Однако в нынешней ситуации не все так просто. Партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским не хватает голосов для формирования большинства всеми. Пока ни одна из оппозиционных партий не заявила о своем желании вступить с ПИС в коалицию. И все же правящая партия, похоже, не готова сдаваться. Польские СМИ пишут, что партия Качинского меняет тактику. Если вначале ПИС пыталась просьбами и уговорами перетянуть на свою сторону оппозиционные партии для формирования коалиции, то теперь перешла к шантажу. Хотя шансы невелики. ПИС пытается создать большинство, чтобы сохранить власть после выборов. Последний метод распространить информацию о том, что польская народная партия готова предать фермеров, сообщает польское радио РМФ-ФМ. Политики, право и справедливость и весь пропагандистский аппарат гремят. Польская народная партия должна сделать заявление. Она на стороне фермеров или против них? Конечно, действием против фермеров будет создание коалиции с гражданской платформой и левыми, которые ратуют за экологию и поэтому, как утверждает ПИС, хотят ограничить потребление мяса. Это означало бы уменьшение производства, то есть потери для фермеров. Стоит отметить, что тактика изменилась. Всего несколько дней назад политики ПИС пытались полюбовно договориться с польской народной партией, отмечает РМФ-ФМ. Польская народная партия входит в оппозиционный блок «Третий путь». Ранее уже появлялась информация о том, что Кочинский надеется создать коалицию с данным блоком. В комментариях к журналистам представители «Третьего пути» категорически отвергли возможность подобного тандема. Вот что по этому поводу заявил представитель «Третьего пути» Михаил Кабоско. «Я не хочу вдаваться в подробности, которые известны оппозиционному лагерю. Мы знаем о предложениях, которые появляются. Обещаны должности премьер-министра, руководителей нескольких министерств, руководства крупнейших госкомпаний». Кабоско назвал Кочинского тонущим человеком, который действует весьма некрасиво. По его словам, лидер ПИС, который ранее рассказывал об идеях, достоинстве, патриотизме и обеспечении безопасности поляков, сейчас пытается сделать все возможное, чтобы остаться у власти. Единый кандидат и визит в Брюссель. Что предпринимает оппозиция? Тем временем польская оппозиция также не сидит на месте. Сегодня утром лидеры гражданской коалиции «Третьего пути» и «Левых» выступили с совместным заявлением, назвав имя единого кандидата от оппозиции на пост нового главы правительства. Сюрпризов не произошло. Кандидатом стал Дональд Туск. «Мы подтвердили нашу готовность к полноценному сотрудничеству и созданию нового большинства в следующем парламенте», – заявил Туск. Он выразил надежду, что с президентом Анджеем Дудой удастся наладить конструктивное сотрудничество. «Мы будем обращаться к президенту с призывом созвать первые заседания Сейма как можно скорее, чтобы не продлевать это состояние неопределенности», – заявил Владислав Косиняк-Камыш из «Третьего пути». «ПИС потратил впустую восемь лет нашей жизни, восемь лет жизни наших близких. Они вернули нас на 50 лет назад, вместо того, чтобы подтолкнуть вперед, к будущему, в котором будут жить наши дети. Вот почему мы призываем президента Дуду не терять ни секунды нашего времени. Господин президент, ждать нет смысла. Мы хотели бы сообщить вам, что существует большинство для формирования правительства», – заявил Шиман Головня из «Третьего пути». «Что касается распределения главных постов в Сейме и Сенате, то объединенная позиция пока не озвучила свои решения. Между тем, Шиман Головня выразил пожелание, чтобы спикером Сейма был назначен представитель «Третьего пути». «У нас также есть ожидания относительно позиции вице-премьера», – заявил Головня. Тем временем, по информации польского издания ОНЭД, ключевые посты в правительстве будут занимать представители гражданской платформы, люди, которых Туск знает уже много лет. Так, место главы Минфина будет предложено Матео Шущуреку, который занимал эту должность в 2013-2015 годах. По данным ОНЭД, предложение вернуться в правительство получила и Эльжбета Беньковская, которая ранее являлась министром регионального развития, вице-премьером и министром инфраструктуры Польши. Скорее всего, ей будет поручен надзор за расходованием средств из фондов ЕС. Ожидается, что Бартоломей Сенкевич, бывший глава Министерства внутренних дел, также войдет в правительство. Он возглавит Министерство госимущества. Примечательно, что заявление оппозиции было сделано в преддверии консультации Анджея Дуды с комитетом ПИС. Таким образом, оппозиция продемонстрировала, что подавляющее большинство голосов в Сейме находится на стороне новой коалиции и вариантов у Дуды быть не может. Между тем, сам Туск уже готовится к визиту в Брюссель. Визит, вероятно, состоится в среду и четверг, как и планировалось, сообщил журналистом Борис Будко из гражданской коалиции. По его словам, Туск встретится в Брюсселе с лидерами европейских стран. Это нормально, что мы с первых дней делаем все, чтобы вернуть Польшу на ее законное место на международной арене, подчеркнул Будко. Тухлое яйцо для будущего правительства. Что происходит с экономикой? Стоило завершить подсчет голосов на парламентских выборах, как начала всплывать информация об успехах нынешнего правительства во главе с ПИС. Речь идет прежде всего о ситуации в экономике. Правительство скрывало эти данные до выборов. Только что была опубликована запоздала информация об исполнении бюджета. Получается, что дефицит увеличился еще на 3 миллиарда злотых, пишет польское издание Business Insider. Данные об исполнении бюджета за период с января по август должны были быть опубликованными еще к концу сентября. Однако Министерство финансов решило придержать негативную информацию до окончания выборов. Согласно отчету финансового ведомства, государственные доходы польского бюджета по итогам августа составили 373,76 миллиарда злотых. При этом расходы превысили 390 миллиардов злотых. Отчасти это связано с ростом расходов на закупку вооружений на 17,9 миллиарда злотых. Также поступили тревожные данные, касающиеся разрыва по НДС. Ожидается, что на конец года он превысит 32 миллиарда злотых. Это в 4,5 раза выше, чем в 2021 году. Это тухлое яйцо для будущего правительства, подложенное нынешним правительством. Существует острая необходимость провести аудит состояния государственных финансов. Это позволит нам определиться с дальнейшими шагами, заявил глава Польского института государственных финансов Славомир Дудек. Мартин Мровец, главный экономист международной аудиторской компании Гранд Торнтон, подсчитал, что за время правления ПИС государственный долг Польши увеличился более чем на 776 миллиардов злотых. Экономист также обращает внимание, что нынешнее правительство запланировало рекордно высокий дефицит бюджета на 2024 год, а оппозиционные партии, раздавая предвыборные обещания, анонсировали новые расходы. Так, обещания гражданской коалиции оцениваются в 120,3 миллиарда злотых, третьего пути – в 126 миллиардов злотых, а партия левая – почти в 17 миллиардов злотых. Эксперт считает, что нового правительства не будет возможности увеличить расходы бюджета. Наоборот, для нормализации ситуации в финансовой системе потребуется сократить дефицит и снизить темпы увеличения госдолга. На этом фоне визит Тусков в Брюссель становится неизбежным. Как известно, Еврокомиссия заблокировала для Польши средства из Фонда реконструкции Евросоюза для борьбы с последствиями пандемии. А это около 60 миллиардов евро. Выступая с предвыборными обещаниями, Туск заверил, что добьется разморозки денежных средств. В том, что Брюссель пойдет навстречу Туску, сомневаться не приходится. И все же в польской экспертной среде полагают, что деньги будут придержаны, пока европейские власти не убедятся, что власть действительно перешла к оппозиции. Кроме этого, от нового правительства Брюссель ожидает проведение конкретных реформ, в том числе отмены контроля над судьями, введенного ПИС. Очередной скандал. Что известно о разборках вокруг польской армии. Между тем, в Польше разгорелся очередной скандал. На этот раз в центре внимания вновь оказалось войско польское. Как известно, нынешнее правительство во главе с ПИС сделало армию элементом электоральной кампании. Ранее власти начали масштабную милитаризацию польских вооруженных сил и заявили о намерении увеличить число военнослужащих до 300 тысяч человек. Представитель гражданской коалиции Томаш Симоняк, который является одним из кандидатов на пост главы Минобороны, прокомментировал планы военного ведомства нарастить численный состав армии. Симоняк резонно отметил, что это невозможно, исходя из демографического потенциала страны. «Я много раз публично говорил, что оптимальный вариант – это 150-тысячная профессиональная армия, 30-40 тысяч человек – солдаты территориальной обороны, 20-30 тысяч – солдаты добровольной начальной военной службы и резерв в несколько сотен тысяч человек», – сказал Симоняк. Нынешний глава Минобороны Мариуш Блощак опубликовал пост в соцсети X, указав, что численность польской армии в настоящее время уже составляет 187 тысяч человек. А значит, слова Симоняка говорят о планах оппозиции произвести увольнение в вооруженных силах Польши, ликвидировать некоторые части и тем самым снизить боеспособность страны. Между Блощаком и Симоняком разгорелись дебаты. Нужно быть господином Блощаком, чтобы воспринимать слова, означающие увеличение численности войска польского на 20-30 тысяч солдат, поскольку армия в настоящее время насчитывает 186 тысяч, а я говорю о 210-220 тысячах, как объявление увольнений в армии и начать атаку на основе совершенно фейкового обвинения, ответил Симоняк. «Господин Симоняк, вы можете менять версии хоть несколько раз в день, но мы все знаем, что вы ликвидируете армию», – заявил в ответ Блощак. «Вы выставили себя дураком. Просто собирайте свои вещи и не беспокойте меня», – отреагировал Симоняк. На этом скандалы, связанные с армией, не исчерпались. Кшиштов Гавковский от левых заявил в эфире РМФ-ФМ, что в армии начали уничтожать важные документы. Из Генштаба выпущены директивы о том, что некоторые документы должны исчезнуть. Наши военнослужащие этим утром начали заниматься. «Также я получаю информацию о чистке архивов в Министерстве юстиции. Зебра нужно убирать за собой», – сказал Гавковский, подразумевая министра юстиции Збигнева Зебра. Что ж, если правительство ПИС действительно начало заметать следы, то ему в этом деле потребуется немало сил. Стоит напомнить, что польская оппозиция еще накануне выборов грозила нынешним властям-трибуналам. Призывы привлечь чиновников к ответственности звучат и сегодня. За восемь лет правления у ПИСовцев накопилось немало грехов, начиная от давления на СМИ и судебную реформу и заканчивая коррупционными схемами, информация о которых начала активно всплывать в последние месяцы. Однако, чтобы подчистить за собой правящей партии, потребуется время. На этом фоне вполне вероятно, что процесс передачи власти и формирования нового правительства в стране затянется. Чему Анджей Дуда, как выпускник ПИС, может вполне поспособствовать. Это, безусловно, негативно отразится на экономике, требующей реформ и подпитки из европейских фондов. Но у польских элит, как известно, свои приоритеты.